Ну, Дима, а теперь давай про то, что все-таки как из маленьких вот Артемок вырастают большие спортсмены. И вот, наверное, один из самых больших спортсменов по титулам, о котором вчера говорили все информагентства, от городских до федеральных, ведь свершилось. Назначена Наталья Ищенко, наша великая спортсменка калининградская, стала заместительной представителем правительства Калининградской области. Она будет отвечать за спорт и молодежную политику, контролировать. Ну, и еще раз напомню, чем она так прославилась. Вдруг кто-то сейчас что-то слышал, не могу вспомнить, что такое. Нет таких. Ну, возможно, есть. Так вот, это девятнадцатикратная чемпионка мира, двенадцатикратная чемпионка Европы и пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. И кто считает, что она не из Калининграда, да, она родилась в Смоленске, но буквально через самый короткий промежуток времени оказалась в Калининграде. В самом раннем детстве пошла на синхронное плавание и художественную гимнастику, потом мама выбрала одно направление. И в четырнадцать лет она переехала в Москву, где доросла до великолепного уровня. В прошлом году она уступала в Рио-де-Жанейро, где стала в очередной раз олимпийской чемпионкой. И вот пятикратная, пятикратная. У того же Александра Карелина, который считается легендой российского спорта, у него всего три. У него три золота, да. Хотя, на самом деле, это шутка, и он сам шутит. Вот недавно приезжал в Калининград и шутил. Вот вместе у нас восемь медалей на двоих. Восемь. У нее пять, у меня всего три. Вот скромно так шутил. Так что теперь именно этот человек будет флагманом калининградского спорта и молодежной политики. Скоро мы будем часто наблюдать ее на всевозможных соревнованиях. И в этой студии. И в этой студии мы тоже ее увидим обязательно. Переходим к основной нашей сетке, потому что я буду рассказывать сейчас об основных достижениях, которые буквально недавно случились. Так вот, на фотографиях сейчас будет пара скалолазов. Это на данный момент Николай Мичуров. Следующая фотография – это Сергей Батаев. И оба эти парня – это флагманы калининградского скалолазания. И оба из них могут в ближайшее время поехать на Олимпийские игры, потому что в 2020 году скалолазание вошло в программу. Вошли такие, да? Да, вошло в программу Олимпийских игр. И если Батаев как раз вот сейчас на фотографии может поехать как раз в Токио, то предыдущий наш малец может поехать еще и на юношеские Олимпийские игры, которые уже через год пройдут в Аргентине. А в каком виде все-таки скалолазание вместили в Олимпийский вид спорта? А вот решили не думать, сделали троеборья. Все три вида. Болдеринг, трудность и скорость. Это три разных вида скалолазания. И в итоге самое что интересное, всего 40 человек со всего мира попадет. 20 мужчин, 20 женщин. И в нашей среде. Возможно, что будут наши парни, потому что они находятся в очень хорошей возрасте и форме. И у них есть хорошие шансы на то, чтобы попасть. Но там отборы будут жуткие. Если они попадут, даже не займут ничего. Это уже будет великое достижение. Но я думаю, что они, во-первых, не только рассматриваются как кандидаты на поездку, но и как кандидаты на медали. Переходим к следующей информации. Она у нас подоспела из нашего Южного Олимпийского зимнего города. Вот так, а связка у нас. Южный зимний, потому что в Сочи, как мы все знаем, проходила великолепная Олимпиада. И там оставилось отличное наследие Олимпийских игр, в котором продолжаются всевозможные соревнования. Вот буквально недавно там прошел чемпионат мира по керлингу среди спортсменов с нарушением слуха. И на фотографии Ольги Ярославцева, наша тоже знаменитая прославленная спортсменка, которая ходила в состав сборной, которой в свою очередь руководил калининградский тренер Виталий Карпинский. И все вместе наши русские девчонки стали, увы или хорошо, плохо, не знаю, вторыми. Потому что они уже выигрывали чемпионат мира, выигрывали все Олимпийские игры, но в финале уступили китаянкам. Мужчины также наши российские проиграли, там не было наших калининградцев, но они проиграли тоже в финале. Так вот синхронно заняли вторые места. И с чем мы, конечно, поздравляем на самом деле, потому что даже второе место это очень круто, там борьба была невероятная. И наши вторые в мире среди всех, все-всех-всех. Это очень круто. Да, переходим дальше к Анжеле Гаспарян, которая сейчас появится у нас на нашей импровизированной сцене, потому что в очередной раз она приносит нам прекрасные новости. Буквально накануне она выиграла, стала третьей на первенстве России по дзюдо среди молодежи, которая проходила в Кемерово. И чем это интересно, тем, что девушка продолжает смешивать. Она выступает и в самбо, это русский неолимпийский вид спорта, и в дзюдо, олимпийском виде спорта, который уже не считается японским, потому что японцы там практически не побеждают. И интересно, что она буквально недавно выступала на чемпионате России, который выиграла по самбо, тут же поехала на Кринске среди молодежи по дзюдо и говорит, что буквально 1-0 проиграла, я с ней общался, и за весь поединок она, увы, упала один раз, и все, 1-0 проиграла по Вазаре. Такая оценка есть в дзюдо. Вот, это вот Пранжело Гаспарян, идем дальше. Сборная Калининградской области по регби, вот эти большие парни, которым на самом деле всего лишь по 17 лет, по 16, и эти парни стали третьими на первенстве северо-западного и центрального федеральных округов, которая проходила в Калининградской области на стадионе Сельма. Возможно, эта фотография войдет в историю, потому что эта площадка, напоминаю, скоро закрывается на реконструкцию, чемпионаты мира по футболу. И регбисты тоже рассчитывают на то, что они будут выступать на таких аренах, потому что для регби ничего, в принципе, не нужно. Поле должно быть чуть-чуть пошире, по длине, и должны быть специальные конструкции, куда ставятся регбийные ворота, вот такие высокие, такие в форме буквы N. Вот, и еще интересной информации по регби, фотографии нет, потому что она скоро появится, потому что наш парень Никита Мозель попал в состав сборной России, и они старше 18 лет, и уже сегодня они вылетают, или даже, стоп, сегодня какое у нас число, 6-е, все правильно. 6-е число они вылетают во Францию, где они не будут пить вино, а будут играть в регби на чемпионате, на первенстве Европы юниорском, и Никита Мозель, мне кажется, даже попадет в стартовый состав. И тогда обязательно выпьет вино. Нет, до 18 лет. Вообще регбистики не употребляют, да. И так вот, и, соответственно, уже 8-го числа, не играя с Украиной, будет сначала групповой этап, и потом уже, возможно, плей-офф, большие шансы на то, что сборная России на этом первенстве войдет в тройку минимум. Вот, что еще? Кстати, по регби еще дополню, что буквально накануне у нас состоялся международный турнир в Беларуси, где впервые выступила сборная Балтийского федерального университета, и они стали там вторыми. Вот, я за них очень рад. Какой у нас на серебро богатый, да, сезон? Да, и вот под завершение рубрики, скоро я уже буду завершать свой монолог, но я не мог не сказать об этом парне, который при личном весе 85 килограммов, вот слева Дмитрий Наумов, справа у нас замечательный олимпионик Дмитрий Лапиков. Так вот, Дмитрий Наумов на одежде нашей тяжелой атлетики сейчас, потому что при весе 85 килограммов он поднял штанги, две суммарно, весом 326 килограммов. Мать честная. Вот, у него 6 подходов было, и, соответственно, был рывок толчок. А, лучший результат, да, суммарно было... 326 килограммов, это его личный рекорд, официально до этого был 320. Это 4 его, понимаешь? Нет, не понимаю. И он выиграл первенство в России, с чем мы его поздравляем, и буквально скоро вся эта информация в более расширенном варианте появится на сайте регионального агентства по спорту, которое поддерживает нашу рубрику постоянно, и рубрика «Мне игры» выходит, в том числе, либо анонсируя те мероприятия, которые проходят под эгидой агентства по спорту, либо рассказывая о том, что вот наши парни и девчата постоянно что-то выигрывают, и это очередной раз доказывает, что калининградского спорта очень много, и очень много достижений. Если вам этого мало, всего того, что мы здесь рассказываем, то заходите еще на ютуб-канал агентства по спорту, «Спорт 39», там всякие сюжетики, там, хайлайты, чего там только нет. Ой, и все такое вкусненькое. И вот, кстати, ты сказал о том, что Анжела Гаспарян очень любит смешивать. И вот, кстати, я думаю, что это очень любит смешивать. Продолжение следует...